Здравствуйте! Меня зовут священник Иоанн, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Как встретиться христианину с настоящим чудом? Давайте ответим, постараемся ответить на этот вопрос. Для примера возьмем отрывок из 12 главы Евангелия от Матфея. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ «Род лукавый преребодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». На самом деле в синаптических Евангелиях в особенности мы видим служение Господа Иисуса Христа через исцеление, через творение тех или иных чудес. Но в то же время сам Христос осуждает желание книжников, фарисеев искать этого знамения, находить подтверждение своей веры в тех или иных знамениях. И вообще нередко Христос на это обращает свое внимание. Вполне возможно, что это связано с тем, что основание веры на тех или иных чудесах не является слишком крепким. Гораздо более рафинированная, гораздо более крепкая вера держится на личных отношениях с Богом. Она держится на приходе к Его божественному учению. В связи с этим один из древних учителей церкви говорил о том, что в христианских общинах существует два рода восприятия. Восприятие действительности, иногда богослужения, учения. Психическое и гностическое. Но гностическое здесь не в смысле раннехристианской секты, а гностическое в смысле разумный подход. Некоторые воспринимали учение через психику, то есть через эмоцию. Иногда и наши с вами соотечественники, и собратья именно так и воспринимают богослужение или какой-то другой церковный ритуал. Входя в храм, они ищут красивого пения, красивых росписей, благоухающего ладана. И очень часто, отняв хотя бы какую-то из этих частей, мы очень сильно можем повредить человеку, таким образом воспринимающему свою веру. В то время как другая часть христиан воспринимает веру разумно, пытается для себя ответить на волнующие, не всегда очень хорошие, не всегда простые вопросы. Иногда они приводят к тому, что человек впадает в те или иные кризисы, но этого бояться не следует. Самое главное чудо, знамение, которое мы можем увидеть, это видение своих грехов. По крайней мере, святитель Игнатий Брянчанинов предлагает нам именно такой подход. В его аскетических опытах мы находим следующие рассуждения. Никакое видение не принимать, но кроме видения собственных согрешений. Ибо очень многие люди, как раз таки ища знамений, ища видений, ища того, чтобы там ангелы являлись ему и направляли его на путь, подвергались большому дьявольскому искушению. В Священном Писании сказано, что дьявол может являться в образе ангела света и увлекать человека за собой. Более того, мы помним, дьявол — человекоубийца из начала. Об этом написано в Священном Писании Нового Завета. И поэтому прелестное состояние, экзальтированное состояние, очень часто ведет к мыслям о самоубийстве, к серьезным и глубоким разочарованиям, к серьезнейшим и глубоким духовным проблемам. А иногда эти проблемы возливаются и в психику. Поэтому, да, мы с вами живем в мире полном чудес. Но эти чудеса связаны с тем, что Господь нас очень любит. И Господь устраивает нашу жизнь таким образом, чтобы она протекала в определенном лоне, в определенном потоке. Стоит также отметить следующее. Если бы христиане могли, как какие-нибудь жрецы фараоновы, творить по воле фараона любые чудеса, фокусы, знамени, то в таком случае вера была бы не личным выбором каждого. Она бы осложнялась тем, она бы была вынужденной мерой, вынужденным ответом окружающих людей на наличие тех или иных чудес. Но наша вера заключается не в этом, а в личных отношениях и свободных отношениях с Богом. Это был ответ на вопрос, как же нам с вами встретить настоящее чудо. И напомню, что самое главное чудо – это таинство Евхаристии, к которому мы можем приступать всегда по заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok